итак значит всем привет сегодня мы рассмотрим такого персонажа как и блуд сикер у меня тут произошел небольшой конфуз со звуком я записывал гайд записал гайд на него и после того как я посмотрел видео записанное мне пришлось его удалить так как забыл я выключить точнее убавить звук в доте и голосом его практически не было слышно вот так значит решил я показать вам запись этой игры и просто и прокомментировать значит и сейчас я его будет комментировать покажу вам как качаться и так далее закупился я стандартным закупом я хотел идти в лес значит топорик щиток и хилка и прокачал вторую пассивку вторая пассивка у нас делает такую штуку когда мы бьем крипа убиваем крипа нам дается хилл за это блуд сикер восстанавливает часть своего здоровья вот значит будем стоять ему соло и так как в лес пошел гуля мне пришлось идти на топ вот значит пройдусь сразу по скиллам первый скилл это уже у него не пассивка первый скилл это сало которая бросается как на врагов так и на союзников то в том числе или себя можно и кидать это сало сало естественно не дает ни нам никому не союзникам не врагам использовать никакое заклинание но при этом увеличивает урон с руки также у союзников и врагов и то есть кидать сало надо как и на себя так и на врагов на это зависит от ситуации пытаясь и что-то на фармить от ситуации ведь видите я два крипа и мне пошел хилл вот значит прежде чем кидать сало подумайте либо на врага либо на себя кидайте как надо убивать значит а забыл сказать про третью пассивку 3 пассивка это штука которая позволяет нам видеть героев соперников врагов то врагов до соперников у которых мало хп до проще говоря там соотношение не буду все это читать сколько хп нужно чтобы мы видели тогда ли это сами уже почитайте а когда будете играть за него то есть видимо соперника довольно таки далеко не на всей карте по моему не полюбом не на всей но расстояние которое палит это пассивка довольно таки великая вот значит также наша пассивка палит инвизников у которых мало хп то есть бежит реки да там со 100 там с 200 хпами да и мы его видим за счет нашей пассивки очень удобная штука вот значит ульт что у нас делает ульт так как это блуд сикер до название героя о чем-то говорит а он как сказать сами уже прочитаете как это все правильно называется я своим словам объясню он делает такой разрез что еда в теле жертвы соперники до который кровоточит при передвижении соперника если он начинает двигаться там ходить находясь под нашим ультимейтом его хп быстро уходит так как из него кровоточит кровь при передвижении если же он стоит ему не наносится урон вот много видел видео много видел видео где собирают бутсикеру форса став и ультуев соперника естественно многие знают что ходить нельзя они останавливаются но своим форса ставом вы его двигаете да нажимаете на форса став на него и он хороший такое расстояние передвигается не кидаете до кидаете форса став у него хп очень много убавляется и после чего вам остается нанести ему несколько ударов чтобы добить вот но так как многие так собираются много видео поэтому я видел стоит через форса став все да вот поэтому я не хочу делать еще одно такое видео потому что считают бессмысленно бред полный зачем делать то же самое видео когда их и так полно и не будем мы с вами покупать форса став хотя это было бы гораздо проще убивать соперников с ним вот но мы не будем этого делать и пойдем по обычному закупу и покажу я вам всю силу героя на что он способен значит пока пытаемся поформить поформить боюсь я подходить к ним так как селедка может нас застанете пусть завонять потом еще их укануть это считай сразу фб да нам не сделают вот стараюсь держаться подальше от них и что-то себе выформить вот пуш куда-то уходит постоянно гулял он гангает что ли я думал что он стоит в кустах и ждет меня я вообще боялся так подходить но все же фармить нужно видите да я добиваю крипов мне идет хил в лесу очень удобно качаться на первых левелах тяжело конечно будет сихером в лесу качаться а потом уже попроще становится вот значит его также можно качать через медас хорошая штука качаться через медас ему но мы не будем этого делать я буду качаться не через медаса просто на фарм вот значит селедка тут наглеет у нас уже появился ульт я макшу для того чтобы хилиться да на линии стоять пассивку вторую чтобы ну чтобы было мне легче стоять хилиться от крипов а не стоять по таврам и жрать танго да грубо говоря вот просто в другой ситуации когда там на линии все нормально вы стоите вдвоем саппортом с каким-нибудь пассивку эту максить не нужно точнее не обязательно хотя хорошая штука на линии стоять очень удобно с ней вот третий скилл в начале игры как-то больше чем на единичку не особо нужно его прокачивать так как в начале игры он вам не особо нужен вот значит зашел я на другой аккаунт если вы можете заметить ник у меня другой зашел на другой аккаунт потому как на моем основном аккаунте лоу приоритет и невозможно снять гайды я весь весь из нервничался пока гайды снимала слово приоритета просто попадаются такие придурки невозможно с ним играть тем более снимать гайд нормальный гайд и получается не играю полная херня вот значит что еще сказать герой очень сильный за счет своей ульты начинающим игрокам начинающим игрокам советую качаться покупать форс состав и качаться с ним так как убивать с ним будет гораздо проще вот ну для начинающих игроков совет мой такой вот сейчас попробуем убить селедку ульта ну видите не да она сколько хп у нее сразу ушло но она убегает сапога у меня нет не могу ее догнать блудсикер очень быстро бегает видите у меня сзади такая как бы кровь да как подхостоя увеличивается мой ну бег да быстрее начинаю бегать если собрать ему яшу то естественно костыль яшу то бегает он очень быстро очень быстро примерно как тот же сларк допустим вот но вот это хоста она включается не всегда не знаю принципы ее работы когда включается она когда нет это надо почитать там вроде как от 3 пассивка нам не дает я точно не помню не часто на секире играю его значит срабатывает она у нас сама по себе по-моему произвольно что я не понимаю либо после нашей ульты пойду я на базу пожалуй от регенис заберу шмотки что можно сказать по пику в принципе пик у нас сильный довольно таки сильный вот неприятный и что можно сказать про их не пик тоже пик довольно таки сильный селедка она толстый очень если допустим собрать ей тот же вангвард в начале игры то она будет очень толстый тракса это тракса блять пулеметчица который нужен там не знаю лотар криты она уже будет настреливать как из пулемета за счет своей сильной атаки это очень мощно получается да смотрите ультую джаггернаута и сразу вешаю на него сало вешаю на него сало ничего почему не на себя да задаете вопрос сало ведь увеличивает урон с руки а почему я повесил на него дабо он в нас мульта ну если повесить ульт на него да так ультануть в него он станет на месте будет нас ждать где-то если я особенно 11 где-то вы нашли его в лесу допустим будет на ждать мы к нему подбежим повесим на себя сало вроде как с руки мы должны быть быстрее его запилить так нам добавляется урон в это время он просто нас ультует и нас убивает сульта все поэтому на таких героев как джаггернаут еще герой сейчас я скажу какие-нибудь вспомнил такие герои как джаггернаут на них надо салвершить после ульты сразу чтобы он не ультанул у нас не убил вот смотрим наверху тут беспредел полный творится пушат ребята надо пойти помочь на гуля сидит в крепе в крепе сидит и орет помогите но это в игре было слышно сейчас не слышно это запись значит селедки ультанул видите мы сразу били на этого я кидаю сало чтобы он не уехал на своей херне на улте да вот и все думайте думайте на кого кидать сало прежде чем его кидать вообще можно кинуть так что допустим вы кидаете ульт на соперника соперник почти с целыми хэпами да встает сразу же и ждет вас вы кидаете на него сало и он подбегаете убить да убить вроде как и он начинает вас дико нарезать с руки с вашим сало и порой я когда только начинал играть да в порой это заканчивалось плачевным меня просто соперник убивал с руки и уходил все ну такие ошибки это для начинающих для этого и созданы гайды чтобы начинающим игрокам рассказывать как правильно играть на нем на нем а вообще на героях дабы не допускать таких детских ошибок как правило ошибок в доте много допускают и все не только новички на игроки как сказать игроки которые хорошо играют также допускают ошибки все ошибки допускают значит что еще про него сказать что ему собирать собирать значит в начале игры если у вас по фарму все прям отлично очень быстро на фармли все много денег то можно купить ардианс и с радиансом полезная штука очень вы бегаете он жжет сопернику да так замес короче у нас сейчас я тут завтыкал я короче пришел и смотри на бой и не увидел своего героя что он прибежал уже я тупанул вообще тупо засмотрелся значит вешаю на него сало и начинаю нарезать чтобы он не дал стан на гулю он убил если бы он дал стан он бы просто убежал вот почему я делал на него сало в общем спушил мы башню дальнейшем я покажу сколько урон нам добавляет сало повешенный на нас этому я уже ничем бы не помог абсолютно поэтому дергаться не имеет смысла так аганим нам не нужен абсолютно сразу говорю в принципе это и так понятно там на в рекомендованных смотрите посмотрели на друга я забоялся его бить потому как потому как он мог нас ультануть тупо и все я джиггернаут вот кур конечно он убил мою не ожидал я его встретить в лесу джиггернаут такой герой опасный для нас но вообще опасный как бы для всех один на один если он с кем-то встречается то скорее всего он вас убьет с ультой вот значит поэтому сало на него обязательно надвешить значит а ультанул я в панду смотрите он встал да и не может ничего сделать на себя повесил сало и просто нарезал он почти нас убил но за счет второй пассив который нас хилит после убийства крипа либо героя мы выхилились вот значит очень удобная штука вот что ему собирает а значит радианс если у вас все отлично но я не любитель радианса не люблю собирать так как в начале игры он полезен ближе к концу не особо и стоит довольно таки хороших денег поэтому не люблю я тратить на тратить деньги значит повесили не усало чтобы он никуда не убежал и все и убили вот опять не убили и видели да хаста у меня включилась мы опять быстро побежали купил я себе яшу для чего я купил яшу яшу для того чтобы еще быстрее бегать и быстрее нарезать с руки так как герой у нас на ловкость идет плюсики также мы прокачиваем на ловкость вот значит бегаем очень быстро замес начался уже побежал я его добивать джаггернаут опять же испугал не захотелось не драться так как он тупо нас убьет с ульты опять же повторяю опасный герои стараемся фармить понемногу пульт селедки неприятная штука он нас светит он дает нам минус армор брони то же самое включилась у нас ульта видели да мы побежали быстро я не знаю как она работает за счет чего она включается не знаю произвольно что фиг знает уж хотел нас хукануть на джаггернаут нас спас так сказать хотел на развороте еще забрать селедку но что-то побоялся здесь ловалась панда и все так вот но ничего не страшно значит про закуп про закупья не договорил значит себя я в этом гайде стандартный закуп саши яши дальше здесь смотрите по ситуации нужно ли нам бкб или нет но в принципе этом герое бкб нужно полезная вещь вообще и для него тем более вот но я решил не собирать бкб но так сказать пик у них довольно таки неприятные бкб здесь нужно но новичкам обязательно собирать в любом случае бкб для этого героя но я как знаете не то что мастер я как опытный так скажем игрок я решил бкб собрать попозже не хотелось мне тратить деньги на него хотел я собрать что-то на атаку побыстрее повесили на него сало и все и убили видите да мы в инвизе видели панду почему ее видели мы естественно как вы могли догадаться это палит наша пассивка 3 как я говорил инвизных героев с малым хп хотя у панды было немалых и по больше половины но все же мы ее видели вот полезная вещь от таких героев как рики бх там вивер прочее вот значит хорошая штука блудсикер довольно таки неприятный герой неприятный своим ультом то что он быстро бегает то есть если он вас ультанет то практически в 90 процентных случаях вы умрете так как большинство собираются через форс состав и блудсикер вас ультует нажимает на вас форс состав вы откидываетесь и вы практически мертвые уже можно считать вот все да если мы начали через форс состав собираться то мы бы уже очень сильно как скажем так скажем больше бы доминировали уже в этой игре так как мы больше бы убили через форс состав очень легко убивать поэтому я не хочу собирать этот артефакт показать и всю силу героя с айтемами серьезный да на силу которые вот ультуем мы в панду все и мне подбиваться просто потом уже ему остается один удар когда у вас ультанул блудсикер ни в коем случае двигаться нельзя возможность стараюсь что-то нафармить еще так прозаку прозаку да значит радик я решил собрать сашу яшу себе сразу же это даст нам скорость передвижения добавить плотности нам также опять же я сказал для начинающих это форс состав будет гораздо проще играть на нем на этом герое с форс состав и еще чтобы я добавил ему это кираса также добавить нам плотности и скорости при атаках хорошая вещь ну а там уже тараска прочий артефакт который рекомендуется да это уже смотрите сами вот смотрите мультанули повесили него сало и убили все очень просто но допустим если вы убьете сейчас какого-нибудь гулю до гулю гулю очень вообще трудно убить за счет того что он хилится но допустим если убить какую-то гулю кидать на него сало ни в коем случае нельзя так как он вас и так в принципе буттикер убивает он если с вашим салом добавится дополнительные силы при атаке дата у вас тем более загрызли вот кинули на него сало чтобы панда не уехала своей электричкой и все и убили хорошая штука это целый бексикер вот что насчет гулия сказал салу на него вешать ни в коем случае нельзя стал вешать на себя ну и на себя чтобы сильнее его нарезать но гулю вообще один на один очень трудно убить в принципе это я уже так говорю если допустим ситуации будут такие допустим возьмем еще кого того же них сталкера вот это вот синего также если вы начинаете убить кидайте салу на себя смотрите меня салу на себя кинул плюс 172 атаки это 300 атаки считаете ничего до считать как срапиры мы уже нарезаем это дико вот если вы убьете вот этого на эксталкера то кидайте салу на себя так как он довольно таки тоже сильный герой и с вашим салом он скорее всего вас убьет если конечно у него там 100 хп осталось туда можно и на него кинуть а если у него почти полный то кидайте на себя и уже пытайтесь руки его убить вот значит вот видите закуда бкб тараска ему рекомендуется бабочка кираса радик прочие артефакты значит покупаем купили мы с вами сашу яшу как мы видим наша команда уже довольно таки сильно доминирует неудобно вот озвучивать запись игры потому что когда ты играешь как-то само проще как ты ходишь болтаешь просто каждое действие свое как-то комментируешь да сейчас это не очень удобно не знаю как комментаторы работают мне кажется это вообще ну я не знаю не нравится сидеть целый день болтать который до доту вот это комментирует целый день болтать и явно не выдержал честно говоря так что же продолжаем оформить купили мы часть кирас эту как она называется я забыл херню эту круглую которую увеличивать скорость атаки наш забыл как называется честно говоря и идем по миду мы смотрите скорость а так да хорошим нас значит ультуем мы в банду Джаггерна инфектует нас, но не убивает, так как у нас Саша Яша, она добавила нам плотности. Пучник попадает хуком. У нас включается хаста, а мы убегаем. Даже селедка не может нас догнать со своей ускорялкой. Видите, как мы быстро бегаем. Вот. Такие пироги. Наша команда почему-то стала сливаться. Непонятно. Трудно довольно-таки контриться этот герой. За счет того, что он быстро бегает, за счет того, что у него есть сало. То есть, если, допустим, да, вы встретили его где-нибудь в лесу, он там фармил, да, он накидывает на вассал и убегает. Все. Как бы, убить его довольно-таки непросто. Либо вообще кинет ульту вас и убьет. От него помогает БКБ, само собой. Просто я говорю к тому, что есть ульты, от которых БКБ не помогает. Это пример ульт Бэйна. БКБ при котором не спасает. Так же ульт Дарксира. Что-то мы все побежали сюда и сейчас я здесь умру. Вот, ульт Дарксира. Так же БКБ не помогает от него. Пуч, когда жрет тоже. Может вас в БКБ жрать. Правда, урона вам не наносится, но вы стоите как встанет. Какие еще ульты, при котором БКБ полезен? Честно говоря, я сейчас не вспомню. Это надо думать, вспоминать. Как бы, не хочу я это делать. Так, если... По ходу дела... Вспомню, это я скажу. Вот, значит. В принципе, в принципе, мы... Здесь уже доминируем, счет 18-3. Покупаю я себе... Еще часть Керасы. Еще часть Керасы. Панда здесь совсем очумела. Сейчас она здесь, по-моему, убьет. Ультуем и одеваться ей уже некуда. Салу на нее еще выше. Салу, в принципе, на нее не обязательно было увешать, так как... Если бы она покатилась, да, то она бы умерла сразу же. Это я уж так, наверняка, чтобы... Неприятный герой, да, я об этом уже говорил. Примерно, как и Сларк. Тоже неприятный он. Но Сларк гораздо неприятнее, конечно. Хотя... Не знаю, что неприятнее ульт Блудсикера, либо Сларк. Такие вещи тоже. Ульт Блудсикер, он очень... Так сказать, поганый. Контрит всех, у кого нет БКБ. Абсолютно. Любых, да, там... Какой-нибудь Свен, да, в чужой команде расфармленный. Доминирует, там, убивает, ходит. Вот опять мы убиваем панду. Ходит, да, Свен, там. Убивает, там, с шестью слотами, да, закуп у него. Если у него нет БКБ, либо он не успел его поражать, в это время мы у него ультуем. Блудсикер ультует. С Форс-эстафом, да? Я рассматриваю Блудсикер с Форс-эстафом. Если он ультует, Форс-эстафит Свена. И от Свена ничего не остается, грубо говоря. Вот. Опять же, говорю к тому, что неприятный его ульт. И контрит он всех, у кого нет БКБ. Вот, значит. Сильный герой, сильный. В лейте. Ну, шо в лейте, шо и в начале. Со своим ультом он очень сильный. Советую собирать Форс-эстаф, так как с ним гораздо проще играть. Вот. Я уже сказал, почему я не стал этого делать. Не хочу я добавлять такое же видео. Или добавлять такое же видео и играть так же, как и многие. Хочу показать, так скажем, всю силу, да, этого героя с обычным затаром. Потому что Блудсикер с Форс-эстафом. А, я уже чай сейчас попью, подождите. Устал я болтать. Значит, Блудсикер с Форс-эстафом. Считаю, видите, как имба, можно сказать. Ничего делать не надо, ультанул Форс-эстаф, ну, все. И считаю, соперник побежден. Вот. Значит, идем сейчас, мы убьем Джаггернаута. По-моему, я уж не помню, догоню его, нет? Ага. Почему он у нас не ультует? Вопрос. Не знаю. Возможно, не было ульты у него. Сколько здесь фарма? Так же ему хорошо себя и трапиру. Вы прикиньте только. Вы с рапирой, плюс, когда на себя вешаете сало, сколько у вас урона с руки. Это же дико. Это дико больно. Тот же Пудж, тот же Пудж. Отвалится, наверное, с ударов, с трех, с четырех, максимум, наверное. Это очень дико. Дикий урон будете носить. Посмотрите сами. Рапир такая вещь, которая ломает Игоря. Зевс шарит, спалил нам этого Пуджа, и мы его убили. Если кто не знает, ульта Зевса палит всех героев, которые находятся где-либо на карте вражеских. Она вам показывает. Так же Зевсом палит инвизников очень хорошо. Молниями своими. Вы, если вы знаете, что стоите, бьете крипов, знаете, что где-то рядом бегает какой-либо инвизный герой. Там Рики, БХ, неважно. Стреляете по крипам молниями, и инвизный герой палится. Вот такие вот пироги. Панда сдохла. По-моему. Мы уже знаем ее маршрут. Еще хотел ударить ее. Такой наглый. Типа я убежал, знаете, еще вдогонку удар. Вот, значит. В принципе, играли мы поначалу что-то, что наша команда примерно в равную игру. Мы немного доминировали, но смотрите. Слардар разопинаюсь, я устал говорить. Слардар бросил игру и ливнул вообще. Вот, в принципе, получилась такая игра. Видите, да? Я ее увижу в инвизе. Вот и все. Как правильно им играть? Можете через форс и став. Я объяснил, как это делается. Можете, так как я, дабы показать всю свою мощь сопернику. Вот, панда купила БКБ. Видите, и улетела. Ну, мы ее и с руки так запилили. Вот. Собраться так, как я, показать всю силу этого героя сопернику. Вот. Дабы. Как по мне, так с форс и ставом играют не очень сильные люди. Либо люди, которые, не знаю, как сказать, боятся, да? Потому что они плохо отыграют на блудтикере и собираются сразу с форс и став. Потому что с форс и ставом бывает гораздо проще, чем без него. Гораздо проще. Это очень хорошо подойдет новичкам. Те, кто в доту мало играют, либо начинающие, да? Очень хорошо подойдет. Вот. Ну, что-то сказать. В принципе, вот мы выиграли. В принципе, нормально бегали, убивали. Вот такие пироги. Счет у нас какой-то. Нужно я посмотрю. Да счет это не важно, в принципе. Это просто гайд. Ну вот все. Как им играть, я объяснил, что нужно делать. Новичкам советую покупать форс и став. Также в лесу можно качаться через вторую пассивку. в принципе все. В принципе все. Я рассказал, да? Как играть. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, друзья. пока. Субтитры сделал DimaTorzok